МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Действительно, погода нам не помеха, потому что дождь, снег, но мы же можем зайти в любой дом. Абсолютно. Любой дом. У нас такая уникальная прогулка, мы можем оконуться в любую эпоху. Да, я напомню, что мы продолжаем гулять по... Волхонке. По Волхонке. Кажется, маленькая улочка, а на самом деле она так наполнена воспоминаниями, тайнами, историями разных жизней, скрещением судеб, одним словом. Действительно. И вот давайте-ка остановимся у одного из старинных домов. Это Волхонка, дом 18. Это здание стоит на самом углу с Гоголевским бульваром. Ну, многие его, наверное, видели, такой особнячок полуампирный. Да, и как мне нравится, Таша, особенно вечером, когда проходишь колонны, всё светится, кажется... Подсвечено, да. Сейчас Москва вечером очень красивая. Надо сказать, что вот эта подсветка, она позволяет высветить наиболее удачные какие-то здания или фрагменты зданий, и с одной стороны. А с другой стороны, скрыть то, что мы не хотим, может быть, видеть, что не радует нас наш глаз в дневные часы. Да, это интересно. Да, вот «Ночная Москва» всем другая, я хочу сказать. Да, и в ней много такого таинственного очарования. И кто бы мог подумать, да, что вот оказывается, что не всегда отсутствие света отрицательно влияет на восприятие, но, тем не менее, Москва преображается, я бы так сказал. Преображается. Ну, вот Волхонка, дом 18, типично московская усадьба, классицизм, колонны, флигери, прелестный сад рядом с домом. Кто там жил? А давайте-ка действительно заглянем в это здание. Ну, прежде всего, что это за дом такой? Это Институт русского языка, имени Виноградов, Российской академии наук. И вот сразу вопрос, что это за академик Виноградов такой, да? И кто такой Виноградов? Да, оказывается, это выдающийся ученый-филолог, всю свою жизнь посвятивший изучению русского языка. Ну, кстати, супруга его, знаменитая Малышева, преподавала в архитектурном институте, вела музыкальный кружок там даже не преподавала, а вот занималась как бы этой самодеятельностью, из которой вышли, в общем-то, люди талантливые, одаренные. Ирина Архипова у нее занималась. Вот вы представляете себе такую историю, что она училась в архитектурном институте, и там Малышева открыла ей вокальный дар, талант певческий, и направила ее фактически уже на сцену. Ну да, вот это интересная семья была, Виноградов и Малышева. Ну вот сама судьба Виноградова, конечно, она очень такая извилистая, негладкая, конечно, негладкая, потому что... Саша, а у кого она гладкая? Да, именно из этой эпохи. Вот очень важно, да? Вот он родился в 95-м году, прожил почти 75 лет, и, ну, вряд ли мы найдем того или иного ученого, у которого все было хорошо, да? Потому что, ну, как правило, они выпускники университета все, занимаются наукой, диссертации пишут. Но вот эти революционные события, они меняют отношение людей к происходящей действительности. Конечно, большая часть ученых, она осталась в России. Не все могли себе, как Павлов, понимаете, Иван Павлов знаменитый, откровенно высказывать свое негативное отношение к советской власти. И советская власть с этим мирилась, надо отметить. Потому что Павлов... И Нобелевский лауреат. Вот, а Виноградов и его молодость совпала вот с этим началом нового государства, этого советского. Все мы хорошо знаем, что 20-е годы – непростое время для науки отечественной. Возникают всякие дела фальсифицированные, когда академиков арестовывают. Вот было известно дело академика Платонова. Их постоянно в чем-то подозревают, да? Академик Платонов был историк. Историк знаменитый, да. И не понравилась трактовка истории. Да, да. Он очень интересное исследование по эпохе Ивана Грозного и по Древней Руси. Вообще, сейчас есть смысл вернуться, Саша, к его трудам, прочитать. И, по-моему, они издаются даже. Там многие пострадали. Тот же самый Тарли, который иногда называют Тарли. Но он интересно говорил так вот, когда ошибались часто. Мы знаем Тарли, Наполеон, да, замечательный ученый. Немного есть ученых, которые способны популярным языком разговаривать с аудиторией. Вот он один из единиц. Он говорил, что я Тарли, а не Тарле. Потому что я еврей, а не француз. Да, вот он подчеркивает постоянно. Ну, вот, тем не менее, такой интересный факт. Ну, вот вам, пожалуйста, Виноградов. Вроде бы занимается русским языком. Казалось бы. Ну, да. Ну, при чем здесь? Суффиксы, склонения. Чего тут? Какая политика? Если только, может быть, окончания какие-то, действительно. Но, тем не менее, в 1934 году его арестовали. Якобы он создал некую мифическую российскую национальную партию. То есть вот начинается этот накат на ученых. Следят за тем, кто чем занимается. Не дай бог, если ты историей занимаешься, историей русского языка. Ведь что было тогда популярно? Вот эти ученые другого сорта пришли в Академию наук. Совершенно без рода, без племени, без образования. Без традиций. Без традиций. Вот сейчас, если перебирать, вот Вышинский был академиком, вы понимаете, Сталин был сам академиком, Молотов был академиком. Ну, как говорил Галич, товарищ Сталин, он большой ученый. То есть вот эти люди, они вытесняли подлинных ученых. Но была, согласитесь, классовая ненависть. Тот, кто умнее, тот неприятнее. Конечно, конечно, это было, конечно, не всегда, потому что постепенно все стало ясно, что эти ничего не могут. Они занимаются только историей партии. Всякого рода, там, академик Минц такой был известный, или там такой академик Митин. Вот у этого Митина, например, у него не было даже высшего образования, но его избрали в академике. Потому что Сталин захотел, что вот такие люди, Академию наук, образовали новую, чуть ли не возглавили. Да, тут надо вот что сказать. Ведь Академия наук издавна находилась в Петербурге. Она так и называлась. Петербургская Академия наук, Императорская Академия наук. Но они не хотели переезжать в Москву. Тогда он сказал Сталину, если они не переедут, мы создадим новую академию. Что такое была вообще старая академия? С 17-го года, да и первые десятилетия. Небольшое совершенно учреждение. Конечно, люди все достойные более чем. Там Карпинский, президент Академии наук. Все жили в одном доме там в Петербурге. И, соответственно, вот эти были настоящие ученые. Великий князь Константин Константинович был президентом Академии до 17-го года. И после 17-го года все-таки пытались они науку еще держать в своих руках. То есть настоящие подлинные ученые. Теоретики, главным образом. Но потом резко все это дело поменялось. Конечно, они были неприемлемы для новой власти. Они были совершенно не партийны, вне политики. А наука, она была партийной. Вот это был провозглашен такой лозог. Она не может быть ученым без партий. В любом деле. Или ты занимаешься ветеринарией, или ты агроном. Это же особенно. Не говоря об астрологии, а астрономии. Да, астрономии. То есть наука, она партийна. Ну, естественно, что взялись за академиков, ломали кого-то. Кто-то, так сказать, уже и сил не имел бороться с советской властью. Кого-то арестовали. Кого-то расстреляли. Да, и вот вам, пожалуйста, в Москву переехала Академия наук, и стала называться Академия наук СССР. На Ленинском проспекте обширные земли ей отдали. До сих пор там, кстати, Академия наук теперь, Российская Академия наук. Ну вот, что же Виноградов? Виноградову сослали. И лет 10 вообще его в Москве не было. Вот с 34-го до 44-го годов. Он и в Вятке жил, и в Можайске, и в Тобольске. Но вот идёт война, война, в процессе которой очень много поменялось. Произошёл разворот от тех, кто гнобил русскую историю. Теперь вдруг выясняется, что Советский Союз — это непосредственно следующий этап после Великой Руси. Всё тут Иван Грозный, Пётр Первый и Сталин. Вот они, три выдающихся деятеля русской истории. Да, Саша, не могу не сказать, потому что многие великие деятели русской истории именно в этот момент были оболганы. Например, великий князь Светлейший Потёмкин, величайшая Екатерина Вторая, Елизавета Петровна, менее великая императрица, но всё-таки родевшая просвещение и благополучие России. Этих людей стали замалчивать. Стали замалчивать из подвижника Петра Меньшикова. Начали плести вокруг этих фигур какие-то немыслимые, дичайшие истории, которые, кстати, мы отзвуки этих историй слышим и знаем сейчас. А это были достойнейшие люди. Да, тот же Меньшиков. Ну что мы о нём знаем из советской литературы? Тот же Толстой, Алексей Николаевич, автор романа Петра Первого. Это вор, да? И всё, больше ничего мы о нём не знаем. Ну да, потому что Алексей Толстой написал свой портрет, изображая и Петра, и Меньшикова, и своей меркой мерил людей. А на самом деле это крупнейшая, грандиознейшая фигура вообще XVIII века. Мненьший человек, человек, который построил Петербург. Даже мы не знаем истинного портрета Петра Первого. Потому что всё-таки, если верить Алексею Толстого, то надо вспомнить, что он писал это по заказу роман. По заказу. Переписывал постоянно. И говорят, очень средне пользовался историческими данными. Скорее всего, кто-то рассказал чего-то, он прочитал одну-две книжки. Ну, главное, что он писал уже, зная, каким должен быть образ Петра. Потому что он понимал, что востребован властью образ Петра. Для чего? Ну, лес рубит, щепки летят. Вот так надо образ Петра создать. Чтобы он там не творил, он создал там Российскую империю, в Европу отворил окно и т.д. Всё это идёт на фоне острых политических конфликтов и советского времени. Тот же интерес к Ивану Грозному. Вспомним печальную судьбу Сергея Эйзенштейна. Он вроде бы снял первую серию. Она понравилась Сталину. Ну, а вторую серию он не угадал. Смыли плёнку, остались кусочки. Третья серия. Вторая ещё, слава богу, сохранилась. А третья шумыляет. Что там было бы интересно посмотреть. Но, может быть, когда-то и найдут. Вот как нашли фильм «Комиссар» в сейфе у Сергея Герасимова, Александра Аскольдова. Думали, что уничтожили. Оказывается, он сохранил одну копию. Представляете? Мы уже сейчас видим, что это за фильм. Можем сами оценить. Дело не в том, плохое или хорошее. Но вы нам дайте самим посмотреть. Правильно? И решить. Да. Тогда всё-таки решали всё. И за зрителей, и за создателей. И за художников. И за художников. Вот была такая установка. Ну, зато пела Любовь Орлова везде. Да, пела Любовь Орлова. Танцевала, пела. Развлекала она. И считалась великой артисткой. Да, такая номер один. Актриса номер один, что тоже всё-таки... Назначили. Да, её назначили, но имела и обратную сторону. Всё-таки это, как бы это сказать, не выходи за красные флажки. И ответственность тогда в большей степени наступит. Не для рядовой актрисы, понимаете, театра революции. Здесь совсем другое. И жизнь её под большим увеличительным стеклом рассматривалась. Да, она, говорят, за границу ездила, наряды. Любила перчатки очень покупать. Перчатки. Но обывательский вопрос возникает. Как же это он уцелел так, понимаете? Действительно, позволял себе очень много. Очень много. Но, Саша, прервёмся на некоторое время. Видите, как исторические судьбы, исторические силуэты нас не отпускают. Александр Васькин, историк, писатель, историк Москвы и Ирина Кленская. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы скоро вернёмся и продолжим нашу прогулку. Мы гуляем по Волхонке и подошли к дому, где работал академик виноградов. Институт русского языка.